В самом центре России есть уникальное место, где величавая Волга делает свой большой изгиб и возвращает течение реки на юго-запад, где Волжская излучина создает живописный ландшафт национального парка Самарская Лука. В центре Жигулей между Национальным парком и Жигулевским заповедником расположился уютный Жигулевск. Город, где люди дышат чистым ионизированным воздухом. К естественной ионизации за счет горы сохранившихся реликтовых лесов добавляется искусственное. В виде балла электрического эффекта, который создают повышенная скорость течения воды на этом участке Волги, водяные брызги и водопад ГЭС. В Жигулевске уровень загрязнения воздуха один из самых низких. Жигулевск – единственный город на восточноевропейской равнине, где есть горный ландшафт. Это природная жемчужина внутри Самарско-Тольяттинской агломерации. Город комфортный для жизни. Жить здесь полезно. Предпочтения людей поменялись. Теперь они хотят жить в экологически чистом месте, дышать свежим воздухом, каждый день наслаждаться красотой природы. А работать можно на жигулевских высокотехнологичных предприятиях или в соседних городах с развитой промышленностью. От Жигулевска до центра Тольятти – крупнейшего мегаполиса с множеством предприятий, 25 минут езды. До Самары или Сызрани – полтора часа на автобусе по федеральной трассе М-5. Из Жигулевска до Москвы – прямой поезд. Летом по Волге ходят корабли на подводных крыльях. Свернув с федеральной трассы М-5, оказываешься в живописнейшем месте. По-настоящему волшебном, который красавица Волга бережно отгородила от потока суеты своей излучной. Сама она чудесным образом огибающие жигулевские горы – загадка загадок. Место притяжения, источник силы и энергии – горы представляют собой сердечник электромагнитного контура, окружащая вокруг вода ток, текущий по магнитному полю. В таком месте возможны мощные энергетические выбросы и изменения потока времени – так говорят путешественники. С серпантином бьется автомагистраль вдоль покрытых густыми лесами холмов, по высокому берегу сверкающие в солнечных лучах Волги, обрывистые склоны каменистых вершин, изрезанные оврагами. Гора Стрельная – самая высокая точка Жигулевских гор. Отсюда открывается потрясающий вид на Волгу с ее безграничными синими далями и благоухающими горами. Ощущение простора, полета. Когда-то отсюда Степан Разин наблюдал за проходившими по Волге кораблями. Именно на Стрельной родилась известная песня из-за острова Настрежень. Путь с горы Стрельная приведет в каменную чашу. Место сила Самарской луки – словно природная чаша, со всех сторон окруженная горами. Природа здесь сказочная. В волшебном лесу тихо и таинственно. Здесь не хочется разговаривать совсем. Звуки и шорохи обнажены, говорят, в этих лесах живет хозяйка Жигулей. Энергетически заряженное место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Здесь бьет чудотворный родник святителя Николая. Рядом часовня Николая Угодника, который, по сказаниям, провожал заблудившихся путников до родника, где они могли выйти из леса. Лесная тропа по дну оврага приведет в уникальное село Ширяево. Здесь невероятным образом сочетаются все достоинства природы. Она сама по себе лекарство и благо цивилизации. Эти места с давних пор привлекали творческих людей. Великая река своими уникальными ландшафтами вдохновляла выдающихся художников. На этих берегах Илья Репин писал этюды для бурлаков на Волге. Вместе с ним приезжали график Макаров и пейзажист Васильев. Иван Айвазовский путешествие по Волге отразил в произведении искусства Волга у Жигулевских гор. Здесь бывал президент России Владимир Владимирович Путин, король Швеции, музыканты мировой величины. На этой земле приживаются международные фестивали и сохраняются культурные традиции. Ширяевская биеннале и Жигулевская вишня привлекают туристов со всего мира. Ширяево как будто спряталось от ветров и чужого глаза в Междугорье. Две горы, Попово и Монастырское, оберегают село. Старые штольни придают еще больше загадочности и привлекательности. Ежегодно растет туристический поток в Ширяево. Организованы пешие, конные и автомобильные туры. Местный ландшафт идеален для строительства пересадочного туристического хаба, оборудованных пляжей, объектов питания, туристической инфраструктуры и отелей. Озеро в центре села великолепно для организации климатической релакс-зоны. Природный, культурный и промышленный потенциал Жигулевска велик. Сегодня очевидно, это город будущего. С комфортным проживанием на берегу Волги, в окружении неповторимой природы и недалеко от крупных городов. Та самая новая реальность, к которой так стремятся сегодня люди. Это новое место на карте России для долгосрочных инвестиций в инфраструктуру, строительство жилья и туристических объектов. Люди ждут этого. В Жигулевске уникальные условия для ведения бизнеса. Целебный воздух, неповторимая природа, естественные перепады холмов будто созданы для размещения здесь оздоровительных комплексов и современных жилых кварталов. А высокотехнологичные, энергетически обеспеченные промышленные площадки, готовы к размещению современных производств. Здесь всегда помогут желающим работать и зарабатывать. В начале 20 века академик Владимир Николаевич Сухачев записал, вряд ли во всей Средней России найдется более интересная для натуралиста местность, чем Жигули. С ними могут конкурировать разве только такие горные окраинные местности, как Крым и Кавказ. Территория Самарской Луки и Жигулевского заповедника объявлена ЮНЕСКО биологическим резерватом. Уникальные экосистемы Жигулей, реликтовые растения, обитающие звери и птицы охраняются государством. Экологически здоровая среда, чистый воздух, полезный климат, новая туристическая Мекка – вот будущее Жигулевска, призванного стать центром экотуризма России.